Добрый день, дорогие мои! Вы находитесь на канале Галина Коломейко Кройко и Шитьё. И по вашим многочисленным просьбам мы с вами разбираем моделирование вот из такой книги. Называется «100 фасонов женского платья» издательства «Минск», 1962 год. Сегодня я хочу вам представить модель со страницы 63. И интересным для нас будет то, что мы... Здесь представлена кокетка. Не кокетка, а вставка. Сейчас этот элемент снова вошёл, можно сказать так, в моду, да? И часто используется, особенно в белых сорочках, в белых каких-то рубашках, в нарядной одежде. То есть вот такая вот впереди идёт вставочка. И мы постараемся понять, кому она идёт, где применять, и как это делать. Итак, обратите внимание, пожалуйста, сюда. Вот такой рисуночек на странице 63 здесь представлен. Здесь, конечно, рукавчик идёт с ластовицей, цельновыкраенный впереди и сзади. В ту пору это очень было актуально, очень модно было такие рукавчики делать. Но я пока покажу вам на рукаве обычном вточном. Если будут пожелания, когда-нибудь я разберу и рукавчики вот с такими вот ластовицами, которые широко применялись в те года. А сейчас я нарисовала вам технический эскиз на базе вот такого платьица, как одну из версий. У вас может быть какой-то воротничок, любой, в принципе, силуэт, это не имеет значения. И что мне сегодня хочется показать, это вставка. Вставка это вот эта вот часть. Посмотрите, она может быть вот такой. Впереди предлагаю планочку сделать. Планочка может быть 2,5-2-3 см, самая большая. Но у меня здесь стойка, вы можете, в принципе, другой воротничок сделать, это не имеет значения. Второй вариант вот этой вставки, вот такой, более узкая и удлинённая. Можете из другой ткани это делать. Можно оформлять какими-то защипчиками, можно маленькими складочками оформлять. Можно форму делать совсем другую. Вот этого всего можно сделать вот такую вот, например, форму. Вот такую форму вот этой вставочки. То есть, всё, что вам захочется, простор, мысли у вас здесь прямо огромный. Смотрите, например, вот так вот могу сделать. Могу я такую вставочку сделать и её как-то декорировать. Могу рюшечки сюда пришить, могу тесёмочки сюда пришить. Фольклорный стиль сегодня тоже русский стиль, очень актуален, очень популярен. Вот. Ну, и так, речь сегодня у нас идёт вот о таких вставках. Я разберу это на примере, ну, давайте, например, вот этой вот вставочки. Итак, у нас есть базовая конструкция. И у нас есть вот такое плечико. Я выбираю на плечике вот эту точку. Ну, у меня где-то будет она, например, вот здесь. Теперь мне нужно нарисовать вот эту линию на базовой конструкции. Главным условием для таких вставочек является то, чтобы они проходили через точку С. Вот у нас точка С. Или плюс-минус от неё на 1-1,5 см в разные стороны. Ну, может быть, два от силы. Тогда у нас выточка будет туда открываться. Вот смотрите, что мы сделаем. Мы соединяем выбранную нами точечку вот сюда. Так, я её хочу продолжить дальше и как-то закруглить и уйти вот сюда вниз. Вот такая вот у меня будет вставочка. Эту веточку надо, конечно, закрыть. Если бы я захотела вот эту вставку сделать, давайте мы вот этот первый вариант нарисуем с вами. Вот так. Вот это первый вариант. И здесь мы будем делать всевозможные. А, например, вот этим карандашом мы нарисуем второй вариант. Я уже из серединки плеча хочу. Из серединки плеча я снова подойду к точке С. Вот так вот сделаю. Вот так. А потом я уйду вот куда-то сюда, например. И тоже скруглю вот этот переход и вот этот уголочек. То есть вот так легко и просто вы можете выбирать то, что вам хочется. Давайте оформим зелёную вот эту вот вставку. Для этого нам понадобится калька. На кальку я перевожу. Зелёненькая будет у нас работать. Так. Это горловинка. Вот это нам выточка. Я обвожу вот эту выточку. Я обвожу вот это плечико. Ну и вот эта часть у меня уже есть. И вот смотрите, как я буду это делать. Я рисую. Вот так нарисовала. В точку С карандашик поставила. И закрываю свою выточку. Выточку вот так аккуратненько закрыла. И плечико нарисовала. Вот эту точку. И вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот и всё. И у нас наша выточка открылась вот в эту вставочку. Посмотрите, где осталась выточка. Вот она. Вот она теперь, где выточка. И зелёная версия у нас вот такая. То есть, видите, сейчас нам очень просто с вами. Если вы имеете, если у вас забота, куда деть вот эту выточку, придумывайте какие-нибудь вставки, которые бы проходили через центр груди. Или рельефные линии. Что, собственно, одно и то же. И это будет вам помогать легко избавляться от этой выточки и не переводить её каждый раз вот сюда, в боковой шов. Вот, собственно, и всё, что хотелось мне сегодня вам показать. Так, ну а что ещё можно здесь добавить? Когда я планирую делать какую-то вот такую вставку, и она у меня, например, выстрачивается из каких-то защипчиков, я сначала делаю заготовку побольше. Вот такую, вот такую, вот такую заготовочку сделаю. Рассчитаю всё-всё-всё на свете. Отмерю вот эти полузаносы, способ оформления вот этой, планочки как-то я предполагаю, как я там сделаю, всё рассчитаю. И сначала я выстрачиваю вот эти защипчики. А потом уже поверх вот этой заготовки с выстреченными защипами я укладываю вот эту деталь, вырезанную, и добавляю припуски. И вырезаю эту деталь уже после того, как все защипы у меня здесь сформированы. Не важно, в каком они будут у меня направлении, или вдоль, или поперёк, или вообще их не будет. Но мой совет вам, если хотите защипы, складочки, ещё что-то, сначала делайте заготовку, а потом уже на неё укладывайте свою бумажную выкройку. Всем добра! До новых встреч! Всегда Ваша Галина Коломейко. Субтитры создавал DimaTorzok